Спасибо, Виктория, за интересный материал, но о собаках и об их дрессировке мы продолжим говорить и далее. В гостях у нас Станислав Шиповаленко, директор кинологического центра «Спас». Доброе утро. Насколько актуально сейчас служебное собаководство в свете того, что большую популярность приобрели маленькие такие карманные собачки, и вроде бы как уже дрессировать крупных мало кому и хочется. Просто в качестве аксессуара собака теперь используется. Зря они так думают, что им надо дрессировать этих собак, да? На самом деле служебное собаководство, оно было и будет востребовано всегда в определенном процентном соотношении между декоративным и служебным. Мы как специалисты именно по служебному собаководству, конечно, предпочитаем такие породы, но не делаем принципиального различия между декоративными, служебными, либо даже вообще метисами. Для нас не имеет это значения. Популярность служебных собак, она была, есть и будет. По причине такой, что люди разные. Кто-то может себе позволить содержать декоративную собаку, маленькую, карманную, удобную для дома. А кто-то хочет охранять себе свой дом, коттедж, либо у него квартира позволяет содержать крупную собаку. Либо по своему характеру просто человек любит волевую собаку, такую властную, сильную, и хочет с ней заниматься и совершенствоваться постоянно. А есть мнение, что чем меньше собака, тем она что-ли глупее, или тем она хуже поддается дрессировке. Это миф или действительно так? Это миф из грани фантастики. На самом деле все зависит от потенциала собаки. Порода, да, она ведет в определенное направление собаку, но не ставит на ней крест определенный. То есть дрессировка, да, это определенный процесс, но делится на несколько этапов. Если мы берем понятие дрессировки начальника, да, там УГС, то можно обучить это любую собаку совершенно. Маленькая она, большая, сродословная она, безродословная, не имеет абсолютно значения. Единственное, какого уровня вы достигнете в процессе дрессировки. Будет она тапочки приносить или нет? Да, да. Будет она вам подбывать, когда вы поете песни застольные. Нет, мне интересно, знаете еще, вот насколько необходима дрессировка вообще крупным собакам? Или можно крупную собаку завести и, в принципе, не дрессировать, и она все равно будет хорошо себя чувствовать, и вы вместе с ней? Ребят, на самом деле размер собаки имеет значение, да, крупная это еще страшнее. Маленькая, они тоже бывают очень злобные, и если они не воспитаны, то они кусают своих хозяев, и это очень часто происходит. И их покусы очень сильно отражаются на коже у человека, это больно, реально больно, я вам скажу так. Да и страшно. Процесс дрессировки, он обязателен для любого типа собаки. То есть мы сами не делаем отличий, и людям объясняем, что если вы не установите взаимопонимание между своим питомцем, то ваше существование станет не очень комфортным. Хотите существовать в гармонии, в комфорте со своим питомцем, то занимайтесь, изучайте материалы, получайте постоянно знания, и уделяйте внимание, прежде всего, любовь и заботу о своем питомце. Забота и проявляется в том, что вы правильно начинаете доносить свою мысль собаке. Это и есть процесс дрессировки, установление контакта. То есть собака начинает понимать, что вы от нее просите, а хозяин начинает понимать, что собака от него просит. Вот у меня как раз по этому поводу хочется уточнительный вопрос задать. То есть дрессировка для собаки, и для ее владельца, это поиск какого-то контакта, это общение, нежели это подчинение. Для собаки это что? Если мы говорим о служебном собаководстве, то там есть разные степени тоже градации развития. Если мы говорим о семье, о гражданских людях, о нас, то нет, не надо никакого властного, не надо никакого насилия совершенно. Надо просто понимать, что она хочет тебе сказать и правильно объяснять ей. То есть выработать у нее те рефлексы, которые она будет понимать и уяснить. Жесты ваши, вашу мимику, ваше поведение. Собака очень хорошо это впитывает на самом деле. Бывают собаки, которые не поддаются дрессировке? Вот говорят, моя собака ничего не понимает, ее невозможно ничего не учить. На самом деле это причина того, что человек просто неправильно объясняет ей. То есть он не знает модели поведения собаки, он не знает психологию собаки, он не знает процессы установления контакта с ней. Ведь если вывести на одну линию ребенка и щенка, то когда ребенок рождается, он же тоже ничего не знает. То есть мы его обучаем. То же самое происходит и с щенком. Мы ему показываем, мы рассказываем об этом мире и учим его жить. С какого возраста касательно собаки надо начинать заниматься? И есть ли какая-то точка невозврата? Например, если уже три года, то все, не стоит. Пять лет точка невозврата, да, уже очень тяжело добиться того или иного у собаки. Спасибо вам, интересная беседа. Я уверена, что тем, кто озадачен сейчас приобретением щенка, конечно, эта беседа поможет. Я благодарю нашего гостя за то, что он пришел к нам в студию. А гость у нас был сегодня Станислав Шаповаленко, директор кинологического центра «Спас». Программа «Раньше всех». Вам хорошего дня, мы продолжаем программу.